Кто бы ни был этой благородной силой, которая оберегает нашу планету и от космических бедствий, и от нас самих, добрые инопланетяне или непознанные законы Вселенной, ясно одно. Космос гораздо мудрее нас и сложнее наших представлений о нем. Впрочем, это не значит, что мы и дальше можем безнаказанно свинячить в нашем общем земном доме. Как говорится, на инопланетян надейся, а окурки все-таки бросай бур. Зачем вот уже несколько тысячелетий люди пытаются отыскать Атлантиду? И почему эти поиски каждый раз оказываются неудачными? Где находится загадочная Атлантида? И правда ли, что представители этой загадочной цивилизации были не только благороднее и добрее, но и намного умнее всех нас? Документально-историческое расследование «Найти Атлантиду». Существуют ли параллельные миры? Где они находятся? И можно ли туда попасть? Что происходит в реальностях, в которые нам доступа нет? И как реагирует наша Вселенная, когда открываются двери в неведомые нам космические врата? Об этом в познавательном фильме «Затерянный мир». Что скрыто в глубинах Мирового океана и могут ли там обитать разумные существа? Почему вода – главное условие зарождения жизни? И кто спрятал в молекулу воды огромное количество информации о том, как устроен наш мир? Морская планета. Это кажется невероятным, но недавно ученые заявили, что стали свидетелями настоящих космических родов. Такой вывод был сделан после того, как американские астрономы увидели появление на свет двух новорожденных планет. И в этом не было бы ничего необычного, если бы не одно «но». Новейший телескоп позволил зафиксировать космическую маму. И представьте себе, ею оказалось наше родное Солнце. Солнечные детеныши вышли из луноматери и отправились прямо во Вселенную. Этот факт подтвердил давно высказанную гипотезу о том, что планета и галактики, черные дыры и белые карлики – все, что населяет Вселенную – это живые существа, которым ничто человеческое не чуждо. Но если Солнце – мама, то кто же тогда наш звездный отец? Об этом в нашей космической мелодраме планета хочет любить. В 2012 году астрономы НАСА опубликовали серию сенсационных фотографий, полученных с околосолнечной орбиты. На снимках четко видно, как от Солнца отделяются круглые объекты. В сравнении с масштабами самой звезды это лишь крошечные пятна. Однако расчеты ученых показали, что их величина сопоставима с размером нашей планеты. Но что это были за объекты? Вот эти самые нашумевшие снимки НАСА – проявление некой траектории и вполне узнаваемые объекты, которые переходят из одного кадра в другой. Четкая структура, есть определенный контур. Уже через несколько часов после публикации снимков появилось множество версий того, что за объекты отделились от Солнца. Одни исследователи предположили, что это выбросы солнечного вещества необычной формы. Другие – что это неизвестные нам космические корабли, которые сели на поверхность звезды. Однако была еще одна версия, которой вначале не уделили должного внимания. Исследователи предположили, что отделившиеся объекты – планеты, рожденные Солнцем. Звучит фантастически, если бы не последние исследования ученых, которые говорят о том, что Солнечная система – разумное существо. И если это действительно так, то какую роль выполняет Земля и человек в этом существе невероятных размеров? 26 октября 2006 года с мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета «Дельта-2». Она вывела в космос два одинаковых спутника-обсерватории, чтобы фиксировать параметры деятельности Солнца. В течение нескольких недель спутники, медленно вращаясь, удалялись друг от друга. Вскоре один из аппаратов приблизился к Луне, и под действием ее гравитации его отбросило ближе к Солнцу. Затем спутник догнала вторая космическая обсерватория, и оба аппарата поселились на солнечной орбите. Космические спутники начали дрейфовать и удаляться от Земли в разные стороны. Такое положение впервые в истории освоения космоса позволило зафиксировать изображение Солнца сразу с двух сторон. Американцы даже запустили такой проект, как «Стерео». То есть они послали два спутника, которые начали синхронно снимать Солнце с двух сторон и стали передавать 3D-модели. Благодаря этой уникальной технологии, которая была создана специально в рамках миссии «Наса-Стерео», ученые впервые получили возможность детально изучить все процессы, которые происходят на поверхности нашей звезды. Приходится добавить температуру за пределы атмосферы, то есть космос. Поэтому, когда такая возможность появилась, то есть после начала космической эры, конечно, возник очень большой прогресс физики Солнца. И вот современные исследования и исследования из больших космических обсерваторий. Первые дни миссия шла по плану, но спустя некоторое время астрофизики получили снимки, на которых заметили около Солнца необычные объекты. Отмечены аномальности в развитии Солнца, в поведении, замечены какие-то факторы, которые настолько не ложатся в привычные теории. Астрофизики не могли найти никакого научного объяснения тому, как чужеродные объекты круглой формы поднимаются с поверхности Солнца. Ведь это явление не было похоже ни на одно из известных ученых. Солнце способно формировать, ну, огромные взрывные процессы, энергетика которых просто она, ну, даже ее не ищем строить на нашей Земле. То есть это, когда секунду является энергией, которую человечество предъявляет на сотни лет, фактически. И почему это явление сопровождается очень жесткими излучениями, которые вредны для техники, сопровождаются выбросами плазмы. Однако объекты, которые удалось зафиксировать ученым, не походили на солнечные вспышки. Более того, по мнению ряда исследователей, объекты, которые поднимались с поверхности Солнца по своим параметрам, больше напоминали сверхновые звезды. Неужели Солнце способно рождать новые звезды? Согласно существующим научным теориям, все космические объекты, планеты и звезды появляются из газа и пыли космического происхождения, которые слепаются в одно целое, а затем уплотняются под действием собственной гравитации. Но тогда что за объекты отделились от Солнца? Поверить в то, что это могли быть рожденные звезды, астрофизики никак не могли. До тех пор, пока не найдутся неопровержимые доказательства. И тогда появилась версия, которую озвучили прессе. Необычные объекты, зафиксированные в солнечной короне, могли быть астероидами. Астрофизики заявили, что эти астероиды не отделились от поверхности Солнца, а приблизились к нему на минимальное расстояние. Эта версия была принята научным мировым сообществом. Однако просуществовала до тех пор, пока с космических аппаратов не поступила новая серия снимков. Невероятно, но на этих фотографиях было четко видно, как объекты не пролетают мимо Солнца, а поднимаются с его поверхности. Значит, это не астероиды. Неизвестными космическими кораблями эти объекты тоже быть не могли. Ведь любой металл при таких сверхвысоких температурах просто превращается в пар. Есть некие процессы на Солнце, до сих пор непонятные нам. Например, процесс нагрева короны. Скажем, Солнце имеет поверхность холодная, около 6 тысяч градусов, и вдруг на огне над холодной поверхностью возникает горячая корона Солнца, атмосфера Солнца с температурой около миллиона. То есть получается как бы холодная, греет горячая, что вообще говоря, непонятно, собственно говоря. В поисках ответов специалисты из Солнечной обсерватории НАСА провели анализ снимков Солнечной короны, сделанных автоматическими станциями за последние 7 лет. И пришли к невероятному выводу. Они определили, что необычные объекты были зафиксированы в районе Солнечной короны не только в 2012 году. Они были обнаружены на снимках 2005, 2007, 2008 годов. Этот факт позволил астрофизикам выдвинуть версию о том, что на Солнце происходит неизвестный пока ученым процесс, который повторяется практически через равные промежутки времени. Появилась шокирующая информация о том, что вокруг Солнца находятся какие-то непонятные объекты, и что эти объекты легко преодолевают огромное расстояние, они сами трансформируются, то от микрообъектов до объектов с сопоставимым размером с Солнцем. Но если эти объекты не инопланетные корабли, которые сели на поверхность Солнца, не астероиды, что пролетали мимо, то что тогда? Являлись ли они частью Солнца? Российский исследователь Петр Поль выдвигает на этот счет свою уникальную теорию. По ней Солнце — это часть живого организма Вселенной, и у него существуют такие же функции, как и у любых других живых организмов. Наша звезда постоянно развивается. Она умеет принимать и отдавать энергию. Она может заболеть. Но самое невероятное в том, что она может воспроизводить себе подобных. И необычные объекты, зафиксированные американскими астронавтами, ничто иное, как солнечные детеныши, оторвавшиеся от тела матери. Более того, Поль предполагает, что все объекты нашей Солнечной системы, в том числе и Земля, были рождены именно Солнцем. Солнце, оно имеет тоже, оно имеет способности размножать. Она может рожать себе подобных, зависит от ее, ну как сказать, состояния, вот, либо планеты. И мы видим, что Солнце имеет планету Солнечной системы. И практически все планеты это рожденные нашим Солнцем. Ученый заявляет, когда планета рождается, она похожа на небольшую звездочку. На этом этапе она не имеет плотной оболочки. Состоит из жидкого вещества и очень непрочная. Но уже через несколько сотен лет у планеты включается механизм наращивания вещества. И, подобно всем новорожденным, планета переживает период взросления. В этот момент у нее начинает появляться твердая оболочка. Это защитная оболочка, кора, да, атмосфера. Это тело планеты, да, вещество, которое несет несколько функций. Первая основная функция, она защищает вот это, что находится в сущности планеты. Я бы назвал это, как я называю, информационно-экорректическая сфера. То есть здесь сосредоточены все, ну как сказать, ДНК планеты. Вот. И здесь основные органы планеты, которые управляют всей планетой. Поль утверждает, у планеты есть даже желудок, который так же, как и все основные органы, формируется постепенно на протяжении сотен лет. Сначала планета начинает расти и увеличиваться в размере. Ее кора уплотняется и становится твердой. Затем формируются все внутренности планеты. И таким образом, считает ученый, на свет появляется самый настоящий живой организм. Вот здесь, вот, вот здесь, гравитационная сфера, это еще является и желудком планеты, где происходит как раз синтез вещества, рождение вещества. Вот эта гравитационная сфера, это есть не только желудок, но и насос, который всасывает из пространства, из космоса, вот этого питательной среды, он всасывает эту энергию. И уже здесь, здесь рождается вещество. Все. А, возможно, вот здесь вот есть еще орган, который именно, ну, создает эмбрионы объектов. Неужели все объекты нашей солнечной системы были действительно рождены Солнцем? И если это действительно так, то получается, что Земля тоже живое существо. И она живет в тесном взаимодействии с человеком? Она чувствует каждый шаг, ощущает на себе последствия всех человеческих действий. И что если мы, люди, которые считают себя венцом эволюции, на самом деле лишь обслуживающий персонал? Мелкие букашки, которые выполняют свою роль в поддержании жизненных процессов существа, имя которому Земля. Это вовсе не мелодия в популярной сегодня электронной обработке. Эти необычные звуки в 2012 году получили ученые из НАСА с помощью специальных приборов, которые они установили на околоземных спутниках. Человеческое ухо не способно услышать эти звуки, но антенны спутников их легко улавливают. Однако ученые пока не в силах объяснить природу этих звуков. Более того, с 2011 года по всей планете люди становятся свидетелями очень странного явления, жуткого и давящего на психику гула, который доносится из-под земли. Раскрыть причины его возникновения не в силах даже сейсмологи. Так, в попытке объяснить это явление, исследователи выдвинули ряд версий. Согласно одной из них, этот скрип предвестник смены магнитных полюсов Земли. Однако была и другая версия. По ней жуткие звуки, которые доносятся из недр планеты, ничто иное, как самый настоящий стон Земли. Многие геохимики, геофизики, философы вновь стали говорить о том, что Земля это живой организм. А возможны не только Земля, а и звезды, и планеты, подобные Земле. Надо сказать, что большинство фактически геофизиков эту идею разделяет. Слишком сложным является Земля по своей структуре, слишком сложно он функционирует, и чисто механистическим взглядом это объяснить невозможно. Что если Земля не просто космическое тело, на котором есть жизнь, а нечто большее? Живой организм, который не только ощущает все то, что происходит на его поверхности, но и отвечает человечеству. Язык Земли, он намного, ну как сказать, мы, возможно, слышим, ощущаем эти звуки, которые Земля, допустим, или какую-то ее мысль, допустим, и, возможно, она воздействует на наш мозг, это естественно, но мы это воспринимаем как, ну, какие-то, может быть, непонятные вещи, но это воздействие есть на нас мозг, и, возможно, оно влияет на нас обязательно, потому что мы часть ее. Более того, ученые установили, что в последнее время с Землей происходит что-то странное. Она то раздувается, то сдувается, словно воздушный шарик. Геофизики предположили, что это необычное явление, самое настоящее дыхание Земли. Так российским ученым даже удалось рассчитать цикл вдоха-выдоха планеты, который равен примерно 20-30 годам. С тем, что Земля действительно способна дышать, согласен и профессор Владислав Луговенко. Дыхание Земли это тот феномен, который у нас изучается в Институте земного магнитизма уже примерно 20 лет. Дыхание Земли по существу представляет из себя эффект взаимодействия между космосом и Землей и представляет по существу некий космический поток или космоземную энергию, которая непрерывно идет от Солнца к Земле. Космоземное поле это энергия, которая идет непрерывным потоком от Солнца к Земле. И по предположению ученого, колебания этой энергии и есть настоящее дыхание нашей планеты. высокочастотная энергетика, которая происходит значит на примерно несколько десятков гигагерц. Вот и ее можно измерить с помощью специальных повторяй датчиков простых довольно. О том, что Земля умеет дышать, впервые написал еще 6 тысяч лет назад великий философ Гермес Трисмегист в дошедшей до наших дней книге «Изумрудная скрижаль». Исследователь говорил о том, что планета вдыхает космическую энергию, незримую для человека, а туман, который поднимается с ее поверхности, ничто иное, как пар от выдоха Земли. Долгое время эти записи Гермеса Трисмегиста воспринимались как поэтический миф. И лишь несколько лет тому назад высказывание древнего философа получило экспериментальное подтверждение. Ученые доказали, наша Земля помимо солнечного света будто бы вдыхает живительные потоки космической энергии Вселенной. И эти потоки влияют не только на жизнь самой планеты, но и на всех ее обитателей. Более того, профессор Владислав Луговенко утверждает, дыхание Земли можно измерить как с помощью специального лабораторного оборудования, так и благодаря довольно простой установке. Представляет себя крутильную систему, которая представляет себя нить, на которой висит медный датчик. И вот эта система позволяет фиксировать те потоки, которые возникают, когда проходит поток сверху вниз, сравниваем с тем градусом, на который направлен, и отсчет записываем в журнал. Отсчет записывается утром, один, второй вечером, и разница углов, повторяю, дает нам интенсивность космоземного поля каждый день. Так Луговенко получил целый график вдохов и выдохов Земли, а затем сравнил эти результаты с катастрофическими явлениями, которые происходят по всей планете. И то, что обнаружил ученый, стало неожиданностью даже для него самого. Оказалось, что перед тем, как на Землю обрушиваются сильнейшие катастрофы, такие как ураганы, цунами, извержения вулканов, Земля начинает неровно дышать. Вызывает кашель у дыхания Земли. Дыхание Земли сбивается. Она начинает как бы кашлять, и мы это умеем измерять. Так что явлений, которые связаны с дыханием Земли, очень много, и вплоть до тумана. Если туман идет в горах, например, дыхание меняется. Вообще дыхание Земли можно в горах очень хорошо видеть, особенно рано утром на фоне горы, вот такой феномен аура вокруг горы, она дышит. Более того, ученый утверждает, если человечество научится прислушиваться к дыханию Земли, то это поможет избежать многих катастроф, которые происходят на поверхности планеты. То, что любой катаклизм можно спрогнозировать по дыханию планеты, Луговенко доказал экспериментально еще в 1998 году. Незадолго до того, как на Москву и Московскую область обрушился ураган невиданной силы, ученый получил график, по которому было видно, что с Землей происходит что-то невероятное. Луговенко утверждает, в тот день дыхание планеты сильно участилось. Получили график, который позволил увидеть, что в определенный момент начался действительно шторм, там начали дождь, пошел снег, где-то самолет упал, потом сообщили по радио, и началась действительно такая уникальная климатическая трансформация, как бы, в общем, настоящий такой шторм. в Москве был в этой дне. Его значение измерения, когда подвел, получилось, что за два часа до шторма начался расти пик этого вариации дыхания Земли. В результате урагана, который обрушился на Москву в 1998 году, по некоторым данным, погибло 11 человек. Еще около 200 получили ранения. Эта катастрофа доказала, что расчеты профессора Луговенко верны. Земля действительно дышит, спит и даже волнуется. И это волнение сказывается на ее дыхании. По некоторым расчетам, вдохи и выдохи планеты зависят от времени суток, сезона года и географической широты. В средних широтах летним днем он составляет 30-40 минут. В экваториальных широтах в течение всего года сохраняется почти постоянное и более редкое дыхание. В это время один вдох Земли составляет целых 130 минут. Более того, ночью дыхание планеты практически прекращается. После чего первый глубокий и продолжительный вдох Земля делает на восходе Солнца, жадно поглощая космическую энергию. Земля дышит. Дышит, воспринимая какие-то эманации от Солнца и от других звезд, в основном звезд, которые находятся в так называемых зодиаках звездных, а потом выдыхает, выдыхает какую-то темную энергию, которая возвращается на эти звезды. Получается, что наша планета действительно живой организм. И она так же, как и человек, умеет переживать, любить, чувствовать боль. Но тогда что означают стоны Земли? Может быть, планета предупреждает людей о том, что наши действия наносят ей вред? И если это действительно так, то возникает вопрос, нуждается ли Земля в человечестве так же, как мы нуждаемся в ней? Мы существуем ради чего-то, ради этого большого плана. и, на мой взгляд, та инфрационная энергия, которую люди излучают в энергию инфрационной поля Земли, она является либо созидающей, упорядоченной, она, так сказать, повышает энтропию, либо разрушающей, которая снижает энтропию Вселенной. Последние открытия ученых говорят о том, что через человека совершаются круговороты обмен энергии между Землей и космосом. А значит, человек необходим Земле для поддержания ее жизнедеятельности. Согласно одной из версий, человечество для планеты словно маленькие бактерии, которые существуют для того, чтобы обслуживать Землю, и без которых она не сможет существовать. В 2010 году российские ученые из Петербургского института ядерной физики имени Бориса Константинова сделали сенсационное открытие. Проведя уникальные расчеты в области изменения климата, они предположили, что баланс температур на Земле обеспечивают все живые существа. Если бы на нашей планете не было людей, животных и растений, то Земля превратилась бы в мертвое космическое тело, слишком холодное или чересчур горячее. Но этого не происходит. На Земле царит устойчивый климат. В южных районах жарко, в северных холодно. В средних широтах температура меняется в зависимости от времени года. И этот порядок ничто не нарушает в течение многих тысячелетий. Наша планета это живое существо, все животные растения это тоже живые существа. И самое главное, что они образуют некую целостность. То есть это не просто отдельные какие-то животные, которые бегают, прыгают. То есть они существуют, симбиозии, очень сильно с друг с другом связаны. Принято считать, что распределение температуры на поверхности планеты зависит от наклона земной оси, а само тепло приходит от Солнца. Однако последние открытия ученых показали, что не все так просто. И чтобы климат планеты оставался постоянным, излишки тепла, которое получает Земля, должны уходить обратно в космос. Но из-за того, что на планете наблюдается парниковый эффект, этого не происходит. В результате энергия, которая должна была уйти в космическое пространство, остается вблизи Земли и нагревает ее атмосферу. Так ученые пришли к выводу, что фактором, который прочно удерживает климат Земли, является сам факт существования жизни на планете. Процентное содержание кислорода в атмосфере остается неизменным благодаря поразительной, до сих пор неразгаданной наукой системе самовоспроизводства. Человек и все представители животного мира потребляют кислород и выделяют углекислый газ, непригодный для дыхания. Растительный же мир поступает в точности наоборот. Он потребляет углекислый газ и выделяет кислород. Каждый день растения выделяют в атмосферу миллионы тонн кислорода. Получается, что климатическому балансу Земля обязана всем живым существам. Именно люди, животные, растения не только впитывают из атмосферы излишнее тепло, но и перераспределяют его по всей территории земного шара. Определённые животные, растения играют определённую узкоспециализированную роль в этом большом организме. Биосфера должна функционировать. Надо перемещать потоки вещества из одного места в другое. У нас это делает кровеносная система. А, скажем, мигрирующие лемминги огромную биомассу перемещают и удобряют какое-то место, где биомасса может понадобиться. Но если климат практически не меняется на протяжении многих эпох в масштабах всей планеты, то это может означать, что и количество живых существ на Земле, и соотношение животных, растений и человека практически всегда остаётся одинаковым. Без взаимодействия этих групп живых существ и равновесия между ними наша планета была бы непригодна для жизни. Представьте, если бы все живые существа поглощали углекислый газ и выделяли кислород, атмосфера Земли постоянно была бы подвержена возникновению пожаров и было бы достаточно одной искры, чтобы огромные территории планеты заполыхали в огне. И если это действительно так, то кто регулирует количество живых существ, необходимое для обеспечения гармонии на Земле? Быть может, сама планета? Мы стабилизируем существование нашего живого организма Земля. Земля передаёт информацию об этом через Луну и Солнце на звёзды. Мы являемся хотя и крупинками Вселенной, но возможно способны влиять свои мысли, своими поступками даже на процессы, которые происходят на другом конце галактики. И если эта теория верна, то это может означать, что постоянная смена видов, которые происходят на Земле, их расселение по поверхности нашей планеты и определённое количество, которое практически не меняется. Всё это способ регулирования климата. И возможно других неизвестных пока нам процессов, которые происходят в организме Земли. А значит, мы созданы для того, чтобы обслуживать Землю. Так некоторые исследователи придерживаются версии, что наша планета устроена по принципу человеческого организма. И как наш желудок не может функционировать без живых бактерий, так и Земля не может работать без существ, которые регулируют её процессы. Сейчас мы скорее на уровне дрожжевых грибков, если проводить биосферы планеты. То есть что-то мы сбраживаем, передаём, но это, скажем так, далеко не ведущая роль, какую-то вторичную роль. И если это действительно так, то получается, что человечество находится под строгим контролем самой Земли. Так, по одной из версий стихийные бедствия, что обрушиваются на планету из года в год, провоцирует сама Земля. Таким способом планета регулирует количество населения, которое обитает на её поверхности. Более того, последние открытия учёных говорят о том, что человек — продукт эволюционных процессов самой Земли. учёные утверждают, человек появился на Земле и может жить только в рамках установленных нашей планетой. Космос для нас чужд, и он убивает. То есть, невесомость для человека очень вредна. Что происходит? Это без гравитации, без гравитации у нас, во-первых, атрофия мышц происходит, вот, и уходят кости. Мы превращаемся в образное существо. Именно так устроено, что мы должны именно нашу, вот наша среда, это здесь. Мы рождены на Земле, мы рождены для Земли. Одним из первых, кто сумел доказать эту теорию, был профессор Мюнхенского университета Винфрид Шуман. Он в 1952 году открыл уникальный феномен космических потоков, которые, как установил учёный, приходят на Землю из далёкого космоса. Но самое удивительное заключается в том, что по расчётам учёного эти потоки могут улавливать не все живые существа, а только человек, дельфины и сама планета. Мы являемся частью Земли. То есть, из чего мы состоим, мы состоим из Земли, то, что Земля даёт. Значит, мы имеем связь. Но это ещё не всё. Немецкий учёный Шуман, он проводил эксперименты. Он изучил чистоту мозга человека. Она оказалась 7-8 Гц. Его заинтересовала, какая же чистота Земли. И когда он измерил чистоту Земли, она оказалась то же самое, понимаете? Получается, что мы, наша Земля, и мы работаем в одном диапазоне. Открытие учёного означало, что все потоки, которые приходят из космоса, воспринимаются одинаково и человеком, и планетой. Для людей, приёмником, который улавливает эти волны, является мозг. Для Земли некая сфера, которая находится внутри неё. Так появилась версия, что внутри Земли находится не ядро, а вещество, которое составляет разум планеты. Ведь если задуматься, строение нашей планеты никому доподлинно неизвестно. Проникнуть в недра Земли учёным до сих пор не удалось. И вопрос о том, что именно находится в центре планеты, остаётся открытым. Предположили, что она не должна быть иметь тёрдое ядро. Невозможно это. Но они как бы не имели ещё в своём распоряжении тех материалов, тех знаний, которые сейчас нам доступны. В 1906 году учёные попытались доказать, что в центре планеты действительно находится ядро. Для этого они с помощью специальных приборов пустили по поверхности Земли волну, а затем зафиксировали колебания, которые образовались в недрах планеты и на её поверхности из-за этой искусственной волны. Так учёные получили график, по которому смогли определить плотность слоёв внутри планеты. И тогда геологи предположили, что внутри Земли в её центре находится некое твёрдое тело. Однако что, если они ошиблись? И внутри Земли находится вовсе не ядро, а некая сфера, которая является разумной сущностью Земли. Вот здесь в центре это я назвал информационно-энергетическая сфера, это сущность планеты. То есть это здесь и мозг, управление, и здесь как бы, ну, как у человека, допустим, внутренности, да, это все как бы главные внутренние органы здесь происходят. И отсюда планета управляется всеми процессами то, что происходит на Земле. И если Земля действительно разумная, и космические потоки для неё информационные сообщения, то как эти волны воспринимаем мы, люди? Какое воздействие они оказывают на наш организм и мозг? Ответ на этот вопрос совсем недавно отыскали российские учёные, которые предположили, что уровень умственного развития и врождённой гениальности человека напрямую зависит от космических энергетических потоков, которые адресованы нашей планете. Начиная с 1983 года, вот, когда пошли мощные космические потоки, которые у нас в хирург удалось, все дети, которые родились в 1983 году и позже, потенциально имеют очень мощные энергетические особенности. У них развит мозг сильно. Они все телепаты будут, в принципе, если захотят стать. Так, согласно одной из версий, человек в процессе своей многовековой эволюции научился воспринимать информационные сигналы, которые приходят на Землю из далёкого космоса. Планета всасывает энергию, и окружающая Вселенная это питательная среда для этого организма. Учёным удалось даже определить, что в те годы, когда эти сигналы наиболее интенсивны, рождается большое количество детей со сверхспособностями, так называемых детей Индиго. В 83-м году был очень мощный поток космос земного земного поля. В 95-м опять поток появился. И наконец последний поток, который прошёл в 2007-м году, он тоже был, и реально мы его на графиках получили. В эти годы по расчётам учёных на свет появились тысячи малышей, которые уже в первые годы своей жизни имели невероятные для их возраста умственные способности. Среди этих детей музыкальные виртуозы, гениальные математики и спортсмены, которых исследователи уже назвали вундеркиндами третьего тысячелетия. Это дети вообще имеющие генетип божественную формацию. Это не мои слова, просто об этом из публикации. Мы подтвердили своими измерениями. И таким образом можно сказать чётко, что есть три категории детей, которые сформируют новую цивилизацию, которая будет формировать новую жизнь на Земле. Учёные уже дают самые смелые прогнозы о том, что новое поколение детей, которое уже появляется на свет, будет обладать интеллектом, что в десятки раз превосходит наш. Но кто посылает эти волны, что оказывают такое серьёзное воздействие на мозг человека? И какую информацию содержат эти сообщения? По одной из версий, эти волны адресуют Земле-Солнце. Более того, исследователи предполагают, что Земля и Солнце не единственные живые существа во Вселенной. Согласно этой версии, все другие космические организмы, подобно нашей планете, обмениваются между собой информацией, которая приходит в виде космических потоков. происходит энергетический обмен Земли и Солнца и Луны и других планет. То есть эта идея, она очень глубока по своей древности. Она вернулась сейчас в сферу академической науки. Более того, совсем недавно учёные заметили, что эти космические потоки невероятным образом влияют на человека. Люди подсознательно выбирают для жизни те места планеты, где космические потоки наиболее интенсивны. Однако, как показали дальнейшие исследования, не во всех уголках Земли эти волны оказывают благотворное воздействие на людей. В начале 20 века немецкий учёный Густав фон Боль в одном из провинциальных городков Германии начал исследование пациентов, которые страдали онкологическими заболеваниями. В ходе работы учёный сделал вывод, что появление этой болезни во многом зависит от того места, где живёт человек. Учёный установил, что у 58 больных из 100 кровати находились в так называемых геопатогенных зонах, в местах, где существует необычное излучение, которое исходит из недр Земли. Они связаны с погодой, с землетрясениями, с кометами и многими другими взаимодействиями, которые происходят, которые мы научились измерять. Геопатогенные зоны впервые были открыты и изучены в 1950 году немецким врачом Эрнстом Хартманом и позже получили название «сетки Хартмана». Биохимик Хартман так же, как и Густав фон Поль занимался проблемой рака и даже назвал ее болезнью месторасположения. Он утверждал, что геопатогенные зоны угнетают иммунную систему, тем самым снижая сопротивляемость организма к различным заболеваниям и инфекциям. Под зонами Хартмана, я просто напомню, понимается некая сетка, идущая примерно через 2 метра. Вот такие существуют сетки размером 50-60 сантиметров. Однако загадкой оставалось происхождение этих зон. В попытке найти ответ ученый нанес места геопатогенных зон на карту земного шара. Получилось, что всю планету опоясывает целая сетка из аномальных зон. Но самое удивительное заключалось в том, что в этих местах находились очаги древнейших культур и цивилизаций. Таких, как перуанская, монгольская, цивилизация острова Гаити. Получается, что эти места необъяснимым образом притягивают людей. Но одновременно с этим именно в этих точках зачастую наблюдаются негативные природные и аномальные явления, которые оказывают пагубное воздействие на человека. Это с одной стороны места, где находятся точки развития цивилизации, с другой стороны места, где какие-то необычные аномальные явления происходят. В этих зонах возникают невероятные величины океанические воронки. Учеными фиксируются минимумы и максимумы атмосферного давления. Кроме того, в одной из таких точек находится известный своей дурной славой Бермудский треугольник, а в другой загадочное озеро Лохнесс. Эти места с глубокими разломами совпадают. Земной поверхности понятно, что уже это создает мощный выход. Это интересный факт, но это связано с различными аномальными зонами. Пораженный своим открытием Эрнст Хартман продолжил исследование и соединил полученные отметки прямыми линиями. Результат был более чем неожиданным. Оказалось, что все линии, которые соединяют очаги геопатогенных зон одинакового размера и находятся друг от друга на одинаковом расстоянии. Более того, ученый определил, что вместе все эти отрезки составляют фигуру многогранника. Действительно, было много попыток их расположить. Ну, с определенной степенью точности они действительно вот на какой-то многогранник накладываются. Дальнейшие исследования показали, что в тех местах, где находились вершины многогранника, ученые фиксируют невероятные энергетические потоки. По одной из версий, именно эти энергии, вырвавшись из недр Земли, негативно влияли на состояние людей. И в центрах этих сеток пересечения зон Хартман существуют потоки. Один поток формируется земной энергия, которая идет из Земли, а второй поток формируется космическая энергия, светлая энергия, идущая от Солнца в основном. Кристалл это единственное вещество в природе, у которого атомы расположены закономерно. Все линии идеально ровные и располагаются под определенным углом. Кристалл по своей природе устроен так, будто создан искусственно скурпулезным ювелиром. Более того, впервые о том, что Земля имеет не форму шара, а многогранника, заявил древнегреческий философ Платон. И оказалось, он был не так далек от истины. Ведь последние исследования геохимиков показали, что в основе всех живых организмов лежат структуры кристаллической формы, иными словами, сложные многогранники. Есть масса кристаллов, значит, есть некие живые организмы, например, вирусы, у которых структур тоже имеет кристаллическую природу. Существует теория, согласно которой многогранники различной формы это клетки огромного живого существа, устроенного по типу матрешки. Человек, который, по сути, состоит из маленьких кристаллов, небольшая клетка, которая находится в клетке большего размера, такой, как планета. Планета, в свою очередь, является частью другой клетки, такой, как галактика. А наша галактика это всего лишь одна клетка Вселенной. Эту теорию более 400 лет назад подтвердил и немецкий астроном Иоганн Кеплер, когда открыл уникальный закон движения планет. Ученый установил, что планеты расположены в мировом космическом пространстве не случайно. Их расстояние от Солнца подчинены определенным математическим отношениям. Так ученый вычислил, что все планеты Солнечной системы, совершая очередной виток своего движения, проходят через все вершины сложных многогранников. Кеплер как раз использовал многогранники Платона, выпуклые многогранники, и с их помощью он описал все траектории планеты. Это четко получается посмотреть достаточно хорошей точностью вложенные многогранники описывают траекторию каждой планеты. А дальше можно фантазировать, потому что каждый многогранник связан с определенным видом первоэлементов огонь, вода, дерево и так далее. Согласно закону Кеплера, все сферы планет оказались связанными между собой правильными многогранниками. А это означает, что все пространство Вселенной состоит из невидимых фигур правильной формы. От самых простых до причудливых и сверхсложных. Вот эта вот Земля и вот это вот Солнце являются элементом в таблице разумных существ, которые в миллиарды раз больше нас, в 10 плюс там какой-то степени там тысячные или миллионные. И вот это Солнце и вот эти планеты являются химическим элементом той большей системы, в которой существуют джиневые организмы. Но каковы размеры организма, в котором мы живем? Какую форму он имеет? И в какой точке его тела находимся мы, люди? Помните, система такая уменьшаем, 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 она уменьшается до размера атома, и из этого атома вы состоите. то тогда вот он там где-то находится у вас там в руке или в ноге этот атом и вот вы там сидите в этом уменьшились так там сидите на этом электроне и вот спрашиваете а где же центральная нервная система? Он не знает и вы не знаете потому что если вы в той ноге будете находиться вы не будете знать где ваша голова находится. Суждено ли нам узнать ответ на вопрос с какой целью мы созданы? Живая наша планета или нет? Существуем ли мы для Земли или же планета создана для того чтобы мы могли жить? Но что если в действительности Земля и мы вместе с ней лишь одна клетка огромного организма? Ведь если оглянуться то станет очевидным что мы являемся частью системы в которой все процессы строго продуманы изо дня в день они повторяются и ничто не может нарушить их и если бы все что мы видим вокруг солнце планеты звезды были мертвыми космическими телами то вряд ли человек был единственным живым и разумным организмом ведь существует одна неоспоримая истина согласно которой жизнь вне другой жизни невозможно его лимон неоспорима 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 Продолжение следует...